В Кирове 11.06 в эфире программа «Разворот на бизнес» у микрофона Николай Голиков и Олег Прохоренко. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Я бы назвал сегодняшний эфир, наверное, «Разворот на рыбу». Точнее, мы назвали его «Здесь рыба есть, можно ли зарабатывать на пресных водоемах в Вятке». И пригласили гостей очень интересных. Я надеюсь, что эфир получится такой. Тема нетривиальная, да, и бизнес на рыбном промысле у нас, к сожалению, не так распространен, как может быть в других регионах. Но есть яркие люди, которые этот бизнес тащат на себе. И мы сегодня пригласили в гости Андрея Сласникова, директора компании «Мутнинское рыбное хозяйство». Он разводит рыбу в поселке Черная Колоница и, наверное, расскажет поподробнее, как он этим занимается уже почти 10 лет. Причем не просто рыбу оформляет. Да, здравствуйте. Добрый день. И Ольга Измайлова, консультант Министерства охраны окружающей среды Кировской области. Человек, который тоже знает в этой теме многих и многое. И поделится с нами, наверное, общей картиной сегодня. Добрый день. Добрый день. Как предстоят дела с рыбоводством. Ну, кстати, вот в начале, еще до эфира, я задавал вопрос, как правильно эту сферу назвать там рыбоводство, бизнес рыбья. Нет, рыбоводство – это тоже, по-моему, существующий термин. И Николай назвал, как ты сказал? Товарная аквакультура. Товарная аквакультура. Дело в том, что месяца два назад я на эту тему писал небольшую заметку для бизнес-новостей, поэтому ознакомился немножко с терминологией, с цифрами с определенными. Ну, конечно, это рыбоводство. Рыбоводство, да, безусловно, это слово никуда не делось. А второе – это то, что рыбоводство относится к отрасли сельского хозяйства. Ну, это уже тебя удивило. Смин, водство, овцы, овцы, овцы. Ну, это тоже животное, да, 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 это тоже своеобразие. Животное рыбоводство, да, так же нормально. Ольга Владимировна, да. Я хочу сказать, правильнее будет назвать аквакультура. Аквакультура – это значит рыбоводство. Потому что есть еще и рыболовство. Потому что есть закон об аквакультуре, который как раз и все это нам говорит, регулирует. Потому что когда собирались у нас вот эти госсоветы, их, по-моему, два за последние 10 лет собирались, там они говорили как раз, в теме было заявлено рыбоводство и рыболовство, а говорили все время про аквакультуру. Вот поэтому я залез в словарь и узнал, что это одно и то же. Ну, это рыбоводство и рыболовство, это и заквы, это вообще там, так это называется, две деятельности. Ну, это разные виды экономической деятельности, да. И вопрос к Андрею сразу сходу. Во-первых, как зародилась эта идея, мысль в Амакнинском районе в Черной Холунице заняться рыбоводством или аквакультурой, товарной, зная, что все-таки вы не ихтиолог по образованию, не биолог, а строитель и экономист. Второе, экономическое, да. То есть первое, строительное, основное, базовое. Строитель – это инженер. Инженер – это кто? Это придумщик. Поэтому это люди, которые творческие по своему духу. А рыбалка с детства, детское увлечение, безусловно. Потом учеба, институт, семья. Переехали на северо-запад. Там кризис, стройки. Я работал на стройке, потом работал в банке по второму экономическому. Вот палочка-выручалочка оказалась. А вот в качестве примера вы приводили примеры для рыбоводства или аквакультуры Псковскую область. Да, именно туда мы уехали с семьей, пожили какое-то время. Я там поработал в банке и, в общем-то, там посмотрел, как работают рыбоводы, как они выращивают форель. Да, мы кредитовали два хозяйства. Одно из них такое очень крупное, другое начинающее было. Но, тем не менее, я по ним поездил, посмотрел. Ну, как это сказать, просто башню снесло. Вот, все заклинило. Не знаю, кто у меня как-то, никакой невидимой рукой обратно домой на вятку. Все, приехал. Как раз отец на пенсию выходил. Говорю, пап, давай займемся. А вы с Амутнинского района? Ну, я родился в Кирове, жил и учился в школе в Амутнинском районе. Ну, там родители живут. Все, посмотрели. Ну, первое-наперво поехали в Псков. Поехали знакомиться. Все уже в частном порядке. Да, да, да. Я их схватил. У меня там еще долгое время оставалась жена с ребенком. Вот, жили они там еще три года, пока я тут бараболся с самого начала. Вот потом же она поняла, что мы крепко сюда залезли. В смысле, я. Пришлось их сюда перетащить тоже. Ну, ничего, сейчас живем. Уже второй малыш появился. Слава богу. Так вот, все, здесь мы все посмотрели. Выбрали водоем. Посмотрели, как работают на северо-западе. Садковое хозяйство. Интересно. Поговорили. Все рыбоводы, которые там, говорят, не лезьте. Очень плохо, хлопотно. Знали бы, не полезли бы. Ну, на тот момент мы думали о другом. Там очень хотелось работать. Очень интересно. Все, глаза горят. Ну, все, нырнули. Уже 10 лет ныряем. Где взяли первоначальный капитал или тоже брали в банки? Были какие-то родители. Накопления небольшие. Обратились к инвестору, к нашему доброму другу, который до сих пор никак не может их обратно получить, свои деньги, но продолжает нам помогать. Вот. Своучредители, естественно, значит, кредит банка оформили. Заложили все, что было, включая собак домашних, машины, земельные участки, все, что было. Наскребли, взяли кредит в банке, значит, и начали работать. А вот вариант с самим местом для рыбоводства, то есть прудом, а как? С ней с языка с ней. Да, то есть каким образом? Там аукцион какой-то проходил? Нет, ну, во-первых, в Амутнинском районе есть достаточное количество больших водоемов. Там Амутнинский пруд очень крупный, второй в области по площади, значит, да. Чернохолуницкий, где мы, собственно, и работаем. Песковский, Залознинский, маленький, да. Я выдам секрет, связанный это с тем, что там металлургия была, да. Совершенно верно. Это уже такой секрет, Олег. Да. Вот, больше историческая справка. Так вот, выбрали Черную Холуницу. Водоем нам показался наиболее холодный, наиболее чистый. Лесные речки питают. Население, опять же, поменьше, нежели в Амутнинске. То есть там один из факторов был безопасность. То есть сохранять наше богатство от 800 человек или от 26 тысяч, есть разница. Собственно, всё, а дальше мы пошли к Ольге Владимировне, пошли узнавать, как это всё делается. На нас всех круглыми глазами, а мы тоже не знаем, как это делается, у нас прецедентов не было. То есть это был первый опыт был вообще в области? Кировской области по этой части. Ну, именно оформление водоемов, да. Ну да, потому что закона об аквакультуре ещё не было. Это какой год был? Это был 2010-й. Это 2010-й год был, но был закон о рыболовстве, 166-й. И он как раз тоже регулировал часть ведения хозяйственной деятельности об аквакультуре. Но там говорилось так, формирование рыбопромысловых участков. То есть где будет вестись добыча водных биологических ресурсов. И в этот общий перечень должны были войти все участки. То есть для осуществления промышленного рыболовства, для любительского и спортивного и аквакультура. Аквакультура – это разведение? Да, это разведение рыбы. И вот в этот первоначальный документ, который был, значит, ну, потом уже утверждены эти участки, сформирован, значит, сюда и вошли, вот, значит, участки по аквакультуре. Вот Андрей Владимирович в этом плане оказались первыми. А с точки зрения правовой пруд в аренде, в каком-то хозяйственном ведении? То есть, да, вот, ваше отношение, собственно, с прудом, с этим водородом? Или как? Смотрите, пруд федеральный, 300 гектар зеркал – это очень большой. То есть это федеральная собственность как бы, да? У нас все водоемы федеральные, в Кировской области все абсолютно водоемы федеральные. Так, Ольга Владимировна? За исключением частных прудов. Да, но частные пруды – это в основном находятся на своих землях, которые искусственно созданы. Не числится в водном реестре, соответственно, все, что в водном реестре, все федеральное. Все федеральное, понятно. Абсолютно. Вот, значит, нам столько не нужно, 300 гектар, нам не нужны конфликты ни с местным населением, ни с приезжими. Мы попросили столько, сколько нам нужно, 2% от площади, 6,3 гектара. Координаты определили, собственно, и выделили из общей акватории вот именно тот кусочек, который нужен под рыбопромысловый участок, под рыбоводный сейчас. А как это физически? Вот я тоже думаю, как эту стенку поставили, как вот рыба-то, она же… Нет, подождите, у нас схема хозяйствования, она не просто рыбу выпустили в пруд, а садковое хозяйство, если говоря образно, это большие садки диаметром 12 метров, глубиной 5 метров, мешок из сети, и в нем рыба, в общем-то, всю свою жизнь проживает, все 2 года. Именно столько цикл у нас в производственной длится. А согласно закону это называется индустриальное рыбоводство, то есть разведение рыбы в садках? Тогда вот сразу вопрос немножко в сторону. Ведь форели для развития нужно двигаться, а в садке там движения большого нет? Она все время двигается в садке, постоянно кружится, причем всегда против часовой стрелки, что весьма странно, там даже какие-то эксперименты проводили, она все равно так крутится. Я думаю, что связано с вращением к земле как-нибудь. Может быть, там можно разная версия в этом думать. Но она не расскажет это точно. Кружится и кружится, плохо, когда она не кружится. Когда она кружится, это все хорошо, значит, у рыбы. Поэтому рыба всегда в движении. То есть если не превышать плотность посадки, она просто не может двигаться, ну тогда и ничего не будет, и приростов не будет, и риски возрастают. И так риски большие, потому что рыба живая. Все, что живое, рано или поздно становится неживым. Все, что летает, рано или поздно, законы физики и природы никто не понимает. Я довольно часто читал вот эти информации о том, что в разных рыбовочных хозяйствах по России периодически происходит массовая гибель. Иногда даже причину не могут определить, почему. Ну да, в основном... То есть один из рисков этого бизнеса то, что вот это может произойти. Безусловно так, да. В основном это связано с нехваткой кислорода, либо превышением температуры. То есть что-то где-то связано с погодными. Ну там что-то в фореле росла и развивалась, ведь очень жесткий температурный режим нужен. Ну не настолько жесткий, просто есть верхний предел, выше которого там уже нецелесообразно, если еще до начала деятельности, то есть там до принятия решения, если температура превышает 22 градуса температура воды, и там их продолжительность этой температуры там хотя бы полмесяца, ну наверное уже стоит задуматься, да, и не рассматривать этот водоем. Ну опять же вопрос возникает хорошо, а вот сами вот эти вот мальки-то они откуда у вас взялись? Где, чтобы начать это? Ну начали, начали мы, значит, в 2010 году, естественно, своей базы никакой не имели, построили несколько садков. В Пермском крае нашли ближайшее, значит, хозяйство к нам, как нам тогда казалось единственное и неповторимое, вот, в округе. А потом выяснилось, что их очень много есть и лучше, и так далее. Ну, не суть. Договорились, купили посадочный материал двух категорий. Это называется посадочный материал? Рыба посадочный, если вам более точные формулировки. Ты записывай термины, это интересно. Да, это рыба посадочный материал. Привезли, и жара 2010 года нас, конечно, здорово убила. И вырубила очень мощно. То есть мы завезли 100 граммовика, чтобы в этот год уже получить товарную продукцию, чтобы уже начать возврат денег, да, скажем так. И купили 15 граммовика. Думали, что купим. Но нас там поставщик подвел немножечко и со сроками, и со всем. Вместо 15 граммовика нам предложил 3,3 грамма. Вот таких малёчков, да. И в самую жару мы его привезли, и опыта не было, и мы почти всех их погубили. И осталось из них там очень плохо. В общем, мы сразу на 2 года назад отъехали. Ещё первый шаг не сделав, ушли назад. Сделаем перерыв буквально 40 секунд и вернёмся к разговору. Здесь рыба есть. Можно ли зарабатывать на пресных водоёмах в Вятке? Мы продолжаем нашу программу «Разворот на бизнес». В гостях у нас, напомню, Андрей Сласников, директор компании «Амунитское рыбное хозяйство» и Ольга Измайлова, консультант Министерства охраны окружающей среды Кировской области. И один из главных специалистов, как я понял, по товарной аквакультуре, которая, так у нас, сказать, развивается. По крайней мере, в чёрной холунице, да. До перерыва мы начали говорить о рисках. Вот как раз мы начали говорить как бы не о рисках, а получился разговор о рисках и шишках. Да, и шишках, которые... Но это долгая грустная история. Может быть, её можно гораздо короче сделать, всё-таки поговорить о том, о чём мы здесь собираемся поговорить. Это, между прочим, очень важная, мне кажется, часть тех людей, которые подумывают об этом, и должны понимать, что риск это действительно серьёзный. Причём интересная вещь, я слышал от многих, там, Башминёв мне рассказывал о том, что у нас, к сожалению, ещё климат всё-таки достаточно прохладный для развития рыбы, и она медленнее развивается, чем где-либо. То есть, а здесь другая история... Ну, это другая рыба просто, да? Ну, смотрите, да нет, на самом деле он у нас и прохладный, он у нас и жаркий. То есть, у нас умеренно континентальный, жаркое лето, которое не даёт развиваться рыбе форели. И длинная зима, которая, в общем-то, выкидывает этот процесс. Производственный процесс, на самом деле, рост рыбы, 4 месяца, это в лучших случаях. Это лето, строго Богу, радует. Погода изумительная, как вы все заметили, наверное, июнь, пол-июля, это просто счастье. А у нас, кстати, на связи соучредитель ООО «Нептун», очень интересный тоже рыбовод и представитель аквакультуры, как мы и правим, товарной аквакультуры, Дмитрий Баев. Дмитрий Владимирович, добрый день. Добрый, добрый, да. Добрый день, да. Много о вас наслышаны и много прочитали о том, как вы занимаетесь интересно и занимались. Я думаю, что всё равно не оставляете эту тему. У себя в Кирово-Чапецком районе мы сейчас общаемся и с Андреем Сласниковым, и с Ольгой Измайловой. Хотели бы услышать от вас, насколько в Кировской области возможно делать бизнес на разведение рыбы? Либо это всё-таки больше увлечение, чем реальный доход? Я понял. Ну, я думаю, что это не только увлечение, не думаю, а вижу всё больше, потому что занимаюсь сейчас в последнее время вплотную рыбопосадочным материалом именно. Имеем свои живорыбные цеха, лаборатории, так сказать, инкубационные цеха. И производим карпа, сазана на зарыбление другим хозяйством, ну и себе в том числе. Арендуем много площадок сейчас. Скажу, что да, люди интересуются. Есть люди, которые просто даже берут понемногу этой рыбы, где-то ровят на своих участках бассейны, ставят пруды копанные. Ну, то, что разрешено, в общем-то, законом. И занимаются, и консультируем очень много. Сейчас вот буквально вот мы в Самаре находимся в участок, торговали один по садкам, по форелям. И кто чем, в общем, занимаются. То есть вы открываете, хотите там открыть тоже? Будут, будут. Ну, всех консультируем, кому-то говорим, тут забудь, вот это не делай, потому что опыт большой у нас, больше 20 лет в рыборазведении. И карп, и форель, и осетровая, все делали и на садковых хозяйствах, и на бассейновых, и на прудовых. Ну, не шуточная тема, так-то все занимаются люди, очень серьезно. Скажите, а государство является заказчиком посадочного материала? Есть ли у вас в том числе поставки для нужд зарыбления каких-то не частных водоемов, а именно федеральных водоемов? Ну, не частных, да, есть, это в основном выпуск в реке, в реке Вятка, Стерлить. Вот это выпускаем, это если говорить про государственные какие-то программы. А так, в общем-то, в других областях, вот я в системе Росрыбхоза, нахожусь в нашем предприятии, в состав Росрыбхоза входит более 500 предприятий по России, значит, и там и переработка, и производство, в основном товарной рыбы различной, вся аквакультура, там кто креветок, кто что, вот и на совещаниях, и везде. Я знаю, что в областях соседних, даже Нижегородской, еще там Удмуртия, ну, Татарию не беру, это совершенно другой какой-то сказочный край по сельскому хозяйству, который в другой мир. А вот такие соседние регионы, там есть компенсация тому, кто покупает рыбопосадочный материал, там до 50%, на корма какие-то уже цифры там дают, и люди охотнее сразу же идут, ищут, где это взять, и, ну, как-то начинают смелее весь этот вот бизнес, так называемый, свой, пусть он даже маленький, пусть он не основное место работы, но люди, есть такие фанаты, нравятся и занимаются, да. А скажите, субсидирование идет по линии минсельхозов, да, региональных? Ну, обычно, да, да, обычно, что там все, что с племенным посадочным материалом связано и так далее. Честно говоря, мы работаем самостоятельно всегда, с самого начала, там, с 90-х, вот, не надеясь больно на кого-то и что-то, да. И потом, если брать, то теплу по рыбоводным зонам, так называемым, подразделяемым, мы находимся в первой рыбоводной зоне, а для понимания их всего шесть, и они разделяются по теплу. И самая, допустим, теплая и превосходная такая, это шестая. Ну, там, конечно, уже и к рыбникам, и к рыбоводным делам отношение совсем другое, там, рыба растет 9 месяцев в году и так далее. Но здесь у нас в регионе сейчас перестраиваются многие, есть же, допустим, такая рыба, как форель, которая любит холодно, вот, занимается. Вот сейчас нам Андрей как раз, Сласников, рассказывал о рисках, связанных с форелью. Легко не бывает в сельском хозяйстве у нас, легко не бывает никогда. Но работа интересная, я с удовольствием занимаюсь уже больше 20 лет. Скажите, а что препятствует развитию или нет препятствий? Или что возможно было бы сделать для того, чтобы эта тема активнее развивалась в нашем регионе? Как вы там сравниваете со сказочным Татарстаном? Со сказочным Татарстаном? Ну, знаете, на сказочный Татарстан, чтобы не ориентироваться, вот как мы сами, вот нужна вот именно помощь, ну, консультации. Вот со своей стороны, вот мы, вот Нептун в нашем предприятии, мы любое количество любого посадочного материала поставим всем желающим. Почему? Даже если у нас своего не хватает, мы у коллег где-то берем, перехватываемся, как-то что-то. Ну, я вижу, что спрос-то идет. Я не знаю, насколько помощь она должна быть, когда уже предприятие, допустим, тогда видно будет, что предприятие есть в области, допустим, питомник Нептун, там еще, ну, вот Андрей, еще, еще, еще кто-то. И уже мы можем поставить, да, мы в плюсе, мы положительные, мы можем поставить кому-то что-то. А там уже, я не знаю, не силен там в этих всех субсидиях, государственных делах. Я всегда старался работать, что лишь бы не мешали. Вот, а если помощь будет, то ради бога. Такая, ну, есть опыт по всей России, это же несложно. Я правильно понимаю, Дмитрий Владимирович, правильно понимаю, что вы специализируетесь все-таки на производстве мальков, посадочного материала, не на продаже и там производстве крупной рыбы? Или есть и то, и любое? Да, сейчас, да, мы переквалифицируем, потому что, чтобы заниматься товарной, нужно, вот, ну, сейчас съездили участок, выторговали, там это уже будет для товарной форели, допустим. Чтобы заниматься товарной, нужно какие-то, никакие, ну, большие площади, допустим, по карту, это гектары, ну, посадкам там все проще, там не надо огромных площадей, там нужно именно, чтобы было подходящее место по температурному режиму, газохимическому, там по всему, по всему. Вот, ну, мы и товарной занимаемся всем, всем, что можно продавать, надо же как-то выживать, работать, и вот так. Насколько меняется отношение людей, которые живут в окрестностях, и часто ли сталкиваетесь с попытками браконьерства в вашем хозяйстве? Да нет, вы знаете, вот сейчас, вот, намного-намного проще все. У людей хватает и без того таких проблем, головных болей. Сейчас есть мобильная связь, сейчас есть видеоаппаратура. Это не 90-е, я вспоминаю, это когда тогда было, это не было еще и мобильных телефонов, вот это была просто какая-то войнушка. Вот, а сейчас нет. Тем более, что, ну, что, к частнику из-за рыбы лезть можно, ну, как говорится, какие-то проблем себе нажить больших, и с законом в том числе. И ради чего продать рыбу не так уж и просто, сейчас нужен пакет документов и так далее, и так далее. А так, чтобы ради рыбки поесть и по зубам получить, ну, ничего, не понимается. Вообще, благодатная сейчас примет, поэтому, вот, вариант, ну, вопрос там. Дмитрий Владимирович, еще вопросик. Все-таки есть ли у вас последователи и стремится ли молодежь идти вот по... И смотрит ли в эту сторону именно рыбоводство, аквакультура? Или... Ну, да, да, есть. Не знаю, там, насколько это последователи, но есть и молодежь, есть, занимается вот как... Я по районам много езжу, смотрю, прежде чем поставить, да, просят там, дайте форели, там, столько-то, столько-то. Ну, спрашиваешь, начинаешь ближе вникать, давайте приеду, посмотришь, да, все у вас хорошо. А у вас вот нет, а почему вы решили? А я так вот видел в интернете. Ну, в интернете все просто радужно, но не до конца бывает. Ну, молодые именно ребята занимаются, вот как и пасеки держат, допустим, вот пчеловоды. Где-то какой-то водоемчик восстановили уже, бывший, который был, еще что-то, консультируется. Сейчас через интернет друг друга находят быстро. Очень много в этом году вот такого, потому что работы мало, но кто хочет работать, и кто вот в сельских местностях, и вот эти наши районы, где, ну, Новинске, где-то... Мы, область же большая, южные это районы, очень хорошо рыбу выращивают. И сейчас же, знаете, сейчас законодательная база совершенно другая. Люди не знают еще, но есть, можно брать эти водоемы, пруды, так называемые, что раньше нельзя было вообще прикасаться, ограничивать. Это сейчас берется элементарно, просто как земельный участок, подсельское хозяйство, а водоем это как ваше пастбище. Вы межуете землю, просто в состав земли входит водоем этот, и он ваш, и вы, так сказать, выращиваете там ту рыбу, которая подходит для этого. Вот мы ездим, консультируем прежде всего. Есть молодежь, вот знаете, есть и не молодежь, и пенсионеры есть, но такие вот люди с огоньком, с душой, которые вот именно рыбаки какие-то, вот эти фанаты. Это интересное дело, это так очень. Дмитрий Владимирович, не прощаюсь, надеюсь, что у нас будет еще интересный разговор по вашему возвращению. Спасибо вам большое и за хорошее, доброе дело. У нас просто время наступила небольшая реклама, мы на полторы минутки прервемся и вернемся. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем программу «Разворот на бизнес». Тема нашего разговора, напомню, сегодня здесь рыба есть. Можно ли зарабатывать на пресных водоемах в Вятке? И пока вот, судя по первому получасу нашего разговора, зарабатывать можно, но не просто, как мы поняли пока, да? Так, Олег? Да, в гостях у нас Андрей Сласников, директор компании «Мутнинское рыбное хозяйство», и Ольга Измайлова, консультант Министерства охраны окружающей среды Кировской области. И только что мы говорили еще с одним представителем этой сферы, Дмитрием Баевым, тоже, который уже 20 лет занимается, является директором ООО «Нептун» в Кирово-Чапецком районе, больше 20 лет, можно сказать, там, гур-гуру этой отрасли. Ну, а мы тут переговорили в перерыве, и Ольга Владимировна хотела пояснить, что у нас вот есть предприятия, да, этой сферы, которые могут считаться рыбопитомниками и поставлять семенной материал. Ну, это в дальнейшем они могут так называться, когда они будут только на этом специализироваться, то есть вот на понимание по поводу зарыбления наших водоемов. Дело в том, что у нас есть источники загрязнителей, то есть предприятия, которые наносят ущерб. Если раньше это выражалось все в денежном эквиваленте, да, то сейчас это все идет с пересчетом на рыбу. А это лучше или хуже, когда именно предприятие само должно обеспечить зарыбление, а не передавать деньги федеральному эквиваленту? Я думаю, что это лучше. По крайней мере, это уже видно, что если они нанесли ущерб, для этого есть специализированная комиссия, есть порядок, как это осуществляется, и как бы это идет контроль, и уже точно знают, если предприятие все-таки нанесло ущерб, то он и на этот ущерб выдал водные биологические ресурсы. Но дело в том, что законодательство у нас трактует, что это не каждое предприятие может дать этот рыбопосадочный материал. Только аттестованное и только то, которое утверждено специализированным приказом в Федеральном агентстве по рыболовству. А у нас в области таких много? У нас на сегодняшний день только два таких официальных предприятия. Это как раз вот Амутнинское рыбное хозяйство, которое на базе своего предприятия может выдать определенный рыбопосадочный материал, инкубировать и поставить не только на территорию Кировской области, но и в другие регионы. И на слуху у нас раньше было это у Филипповка. Филипповка, так это называлось. Вот они тоже аттестованы предприятия, которое тоже дает рыбопосадочный материал. И таким образом они заключают тройной контракт. То есть это Федеральное агентство по рыболовству, которое все за этим смотрит. Со стороны субъекта Федерации тоже существует комиссия. И заключается договор между поставщиком рыбопосадочного материала и предприятием. Ну, Андрей почему-то в этот момент сказал, что мы уже не занимаемся. Что это значит? Во-первых, надо пояснить, что к воспроизводству допускаются не все виды рыб. То есть это ни форель, ни в коем случае, ни карп, ни осетр. То есть это все одомашенные виды рыб. Есть такое понятие. Форель, осетр, карп, например. А к воспроизводству, к выпуску водоема в реке допускаются щука, лещ, судак, окунь, наверное, налим, стерлядь. Очень важно. В зависимости, какому видовому составу нанесен ущерб. То есть у нас же в реках все равно обитает, в зависимости от категории реки, обитают разные водные биологические ресурсы. Поэтому если при расчете ущерба, то есть кормовой базы, допустим, больше нанесен ущерб стерляди, выпускается она. Если это судак, судак. Но в основном... Сообщение это в основном по стерляди. Да, и в основном это промысловые виды рыб. У нас же на реках ведется промысел, вот в частности на реке Вятка. И поэтому промысловики заинтересованы, чтобы промыслово... Восполнялись именно промысловые виды рыб. Да, совершенно верно. Ну, конечно, нельзя же выпустить в Вятку, например, форель. Это все равно, что... Ну, просто выбросить. Ну, это все равно, что выпустить цыплят в лес, там, это идти километра три. Вот, ну все, наконец-то мы восполнили, значит, поголовье птицы в наших лесах. Как здорово. Вот, то же самое примерно и произойдет. По стерляди, вот, из Госньюорка, специалист Старства Небесного Юрий Лещербинок всегда говорил, очень важно не допустить генетического загрязнения. То есть у нас свой генотип по стерляди, вязкий именно, который в чипце и в Вятке водится, причем в среднем ее течении, в среднем и верхнем течении. И сюда выпускать, скажем так, стерлядь Волжскую, например, Рабскую, там, какую-то еще там. Ну, ни в коем случае нельзя. Не потому что она не разведется здесь. Она разведется, да. Но она может уничтожить свой генотип. Аборигенный генотип будет нарушен, а может даже вообще исчезнет. То есть это с точки зрения разнообразия видов и палитры, значит, цветовой нашей прекрасной планеты будет ущерб нанесен таким образом. А зачастую, как происходит очень нехорошо, насколько, как врут очевидцы, как говорят на вашем радио частенько, значит, что происходит выпуска «Ситра» вместо стерляди. Не в наших регионах, я слыхал, что ближе к Уралу. Такие вещи происходят с целью обогащения. У нас выпускали «Ситра», но такая акция была разовая. То есть взяли просто «Ситра» от одного «Ситра» от Гриша подскрёвлся фоколок. Нет, но это немножечко другое, да. Это больше шоу-пиар. Это шоу было, да. Так же, как и Раков он выпускал, да. Ну да, да. Я тогда сознаюсь тоже, что сам собачку в лес выпустил. Поэтому она вернулась. Бог с ней. Андрей, вопрос тот же самый. В общем, есть ли какие-то... То есть спрашивал я не случайно Дмитрия Баева, насколько браконьеры досаждают и прочие любители лёгкой наживы вам? Нет, ну у Баева там, если мальки, браконьеры его досаждать, что будут? Смысла нет. Это у вас, если товарная рыба уже крупная, то, наверное, какие желающие. Да, да, да. И как защищаетесь? Покушать рыбу, и все хотят её покушать бесплатно. Да. Вот. Ворель – ценная рыба. И насчёт продать тоже. Он зря сказал, что нужно. Люди продают на рынках, там, без всяких документов. Ну, смотрите, вот у него, конечно, в Филипповке, в Исаковцах, там, пруды. Большое количество прудов, за ними не уследишь, да. Там видеонаблюдение, охрану следят по периметру, серьёзно вкладываться в охрану, будет эффект. Как на любом предприятии. У нас садковое хозяйство, в принципе, у нас периметр маленький. Всё под камерами проглядывается, сторож ходит. Гораздо сложнее обеспечить внутреннюю безопасность. То есть, что охраняем, то и имеем. Мы рыбу всегда не досчитываем, сейчас скажу так. Никого ещё не поймали. Все напуганы, предупреждены. По хвостам, там, большой поголовник. Учёт ведём, конечно, по хвостам. Два раза в год у нас инвентаризация весной и осенью. Ты можешь представить, как проходит инвентаризация? Я не могу. Чипирование. Весьма сложно. Это что-то такое. Ну, это больше трудоёмкий процесс. Да, это уже трудоёмко. По навеске. И перевешиваем просто всю рыбу. Да, безусловно, там есть какой-то процент статистический. Там, два-три процента мы в пределах этих считаем, что это нормально. Повторюсь, мы всегда не досчитываемся, какое-то количество рыбы. Иногда больше. И я не знаю ни одного хозяйства, кто досчитывается рыбой. Ну, это можно списать на утряску, сушку. Да, да, да. Да. Ну, опять же, садки. В сельском хозяйстве этого, кстати, да, нормально вполне. Садки, да, подвержены и разрыванию. Где-то какие-то побегушники контрольная сеть показывают. Обычно, хоп, попалась, сеточка стоит. Форелька, давай искать. Значит, где-то дырочка, да? Да, есть у нас и враги, естественно, это норки, это водяные крысы. Те вообще рыбу не едят, а просто садки грызут. Ну, это весной происходит, когда нет еще травы, которую они кушают. А норки к нам приходят регулярно в октябре, когда лягушки уходят спать, их основной корм. Нам пришлось изучить своего врага, чтобы понимать его мотивацию. Но они просто лазят, они сильно не пакостят, не портят, они залезут, поймают рыбку. Но они опять как белки, запасливые, они до ста рыбок могут себе спокойно, это самое... Но когда мы тонну не досчитываемся, тогда вопрос уже не к норкам. Норка должна в виде коровы ходить по берегу. У вас может быть, как это, смежное производство еще пушнины тогда? Ну да, обычно норок пять мы за год ловим в капканы. А куда реализуете свой товар? Потому что одно время я знал, что в новом просторе можно было нашу форель купить, либо это только рынки. Мы работали с просторами, работаем с магазинами, сейчас пытаемся уже битый год с Макси заключить договор. Но у них такие договоры сумасшедшие, это просто что-то с чем-то. Протокол разногласий выкатили, а нам еще больше другой протокол разногласий. Мы на них снова, на них снова штрафы, штрафы, штрафы. За что штрафы? Возврат продукции? Ну какой возврат продукции? Ну, понятно, что это крупные сети, там у них свои. Равно как и с Тандером тоже пытались договоры... С магнитом, то есть? Да, да, совершенно верно, с магнитами, да. Тоже там ничего не получилось на самом деле. Я свежую рыбу у них не видел. Сегодня мы производим, сегодня мы производим уже третий год около 30 тонн товара. Все это продается не так сложно. То есть мы постоянно стремимся увеличить, но это не так просто. Если бы это было просто, мы бы уже там 50 у нас плановая, планочка стоит по черной холунице по хозяйству. Это розница или вы отдаете оптом в какие-то все-таки крупные... В основном это опт, конечно. В основном это опт, это безнал. Это поставки и в другие регионы для зарыбления платной рыбалки очень часто. При этом доля этого растет. И там берут уже крупную рыбу. Товарную рыбу, да. Товарную. Конечно, чтобы с ней не возиться, ее не надо растить. Чтобы сразу поймать, да. И на следующий день уже можно ловить и прекрасно потреблять. Ярмарки выходного дня очень жаль, что отменили на театральной площади. Какое-то мнение я слышал, что главная площадь не место для торговли картошкой. Но если один раз в неделю устраивать ярмарки, весь мир устраивает. Я думаю, что эту программу нужно просто послушать тем, кто отвечает за ярмарки. Да, у нас это так ударило сильно. Там порядка 15% продаж у нас было именно на те ярмарки. А потребители, которые не знают, где ваши уже пишутся? Да, у нас были свои, уже сформировались постоянные покупатели, которые уже знают нашу машину, ждали, стояли в очередь уже. Когда приедут, звонили, почему не приезжаете или задерживаетесь. Но обычно мы всегда приезжаем на ярмарки. Филармония и театральная площадь убрали. Но это просто для нас было неприятно. Просто если вспоминать, опять же, развитие рыбхоза в советское время, которое я прекрасно помню, что на рынках просто были павильоны, где вот был там рыбхоз, там такой-то рыбхоз, такой-то подходишь, смотришь, вот она, свежая рыбка, и проблем никогда не было. А сейчас у нас официально 8 рынков, но все область осталось. Все остальные, к сожалению, ликвидированы. Либо переформатированы такие ярмарки, которые происходят нерегулярно, не поймешь где. Вот этот вопрос, конечно, пропал. Свежую рыбу, как ее еще продавать? Через какие огромные сети? И не только рыбу, барное мясо, продукты фермерские, фермерские рынки. Ну да, если можно, я закончу. То есть мы вот, смотрите, по продажам, по всему. То есть сейчас мы продаем спокойно все, что выращиваем. В планах увеличения до 50 тонн, а еще через пару лет до 100 у нас амбициозные планы, значит, рассматриваем. Мы рассматриваем еще одно хозяйство, вероятно, смотрим несколько водоемов. Одно из приоритетных, например, Белая Холуница. Там и ближе к Кирову, и есть заинтересованные люди. И, что немаловажно... Да, опять же, по той же схеме акваторию взять небольшой кусочек, выбрать место, где это, возможно, будет выращивать, стоять, чтобы удобно было и нам, и всем остальным никому не мешаться. Очень важно не мешать местному населению, не ограничивать их права в рыбалке и так далее, чтобы не обозлить людей. Потому что обозленный человек может ущерба нанести гораздо больше. Так вот, когда будет 100 тонн, даст Бог, сможем это сделать, тогда уже будем и магазины активно продвигать свою продукцию, и, может быть, что-то свое делать в Кирове, типа фирменного магазинчика, и с переработкой глубже работать. Но пока вот на этом уровне сейчас мы болтаемся, все продаем. Я правильно понимаю, что у нас сейчас небольшой перерыв? У нас сейчас будет перерыв уже большой, да, на 20 минут. Вот, мы вернемся к этой теме после перерыва в начале следующего часа. А пока тематические программы и новости.